Нюш Нюш Здравствуй, Ирин Вот Нюша привет передает Поела, отдыхает и передает привет Да, Нюшенька? Покажи свою сережку Вот она, сережка наша Неправильная Хотя мне хочется, чтобы вот эта сережка была тоже здесь Вот мы тут поели Отдыхаем Вот, все лежим, отдыхаем Ну и я тоже присела Вернее я присела, у нее около меня разлеглись Ну сыночек, ладно, некрасиво стоит Потом сыночка сниму Это сынок прям попой в камеру Вот Нюша Ир, хочу рассказать про Нюшу Нюша у нас первым окотом Три с половиной литра дала Ну это конечно на пике было, сейчас поменьше То, что уже и трава вон какая жухлая Они ходят, вот листочки едят Ну травку конечно Яблок много вон растет у нас здесь Мелкие правда Ну груши есть Вот они их кушают Любят Вот И мне кажется Ира, она могла бы больше дать Если бы у меня была возможность Доить строго в определенное время Но так как я держу на даче Такой возможности у меня нет Вот Поэтому я думаю Только три с половиной литра Но я считаю это отличный результат Коза хорошая Спокойная Она немножко была диковатая Сейчас стала ручная Вот я сижу, она около меня лежит Отдыхает Очень легкодойная Ее выдоить буквально две минуты Правда вот единственное, что минус у нее Это маленькие сосочки Когда время переполнено Очень тяжело доить Ну главное первые струйки выдоить Потом уже легче Да, Нюша Ножки сложила свои И вот такая вот Нюша Сиеста Да, Нюша? Подружка там одна отдыхает Где-то в кустах Здравствуйте Меня зовут Эра Ливанчук И я живу в деревне Сегодня у нас первый снег А может и был Град был Но не помню Снег или не снег Поэтому Все сидят дома Кроме тех, которые совсем на улице Коз не выпускаю я сегодня Закалеют, мне кажется Да и там Положила Нюшки С утра же, конечно, Маську я выдавила Нюшке положила Зерна и порезала Дынных корочек И зерна хорошо там Положила Она есть не стала Представляете И когда я ее выпустила Она начала Птичку искать Маськи Вот закрыла немножечко я Как бы там они мне не это Потому что Нюшка Лазит в ясли И вот она прыгает Скачет Терроризирует Масю Прям терроризирует ее И на нее прыгает И бодает ее И всяко разное ее В общем она голодная Короче Принести малиновых листьев Но я что-то хочу уже К сену приучать Потихонечку Она сено ест Нюшка тоже Вот сейчас вот она будет Ест сено Смотрите Она ест Но она же избалованная У меня И что-то Не забирают ее Вчера обещали забрать Понедельник Сегодня уже вторник Ну не звоню Что-то мне кажется Они боятся У них никогда не было Козы Ну крупного рогатого не было У них только птицы Утки Куры Вот такие И они мне кажется Боятся Что-то Хотя все там сделали они Сено купили Все сделали Кормить у них есть чем У них яблоки есть Много Еще на ветках висят Вот куда полезла А? Ну-ка Не лазь сюда Не лазь Зачем? Ты потом есть не будешь Как-нибудь вытаскивать Потому что вот здесь Вот они же едят Вот здесь Вот смотрите Вот здесь вот они едят Но здесь же мокро Сегодня Ну Ничего поди страшного Походят Видите Как отъели уже Ну оно и не плотно было Но все равно хорошо Вот видите Они Хорошее все поели Бодылки торчат Ну Мась Ну не надо Вот это мне тут не надо Мои коврики Мои тряпочки Не надо Ничего трогать Что-то Нюшка Есть хочет она Конечно Проворонила Свою еду Маська свое Съела Я ее выдаила Потом она съела Нюшкина И конечно Все на ней неохота Избалованная Избалованная Ладно Пойду позвоню Что они там сегодня Представь Телефон Ну клобучки Как бы не утонуть Сейчас только что утопило Тогда инстиненту Хотела просто вам сказать Я просто обрезаю Леопти Пусть Там И так положила разложила я ее сушить фасоли конечно часть урожая собрала я уже но более спелая которая а это хотела показать что дозарилась ну дозарится на этом это не целая я вам открою ее ну вот такие стручки смотрите сколько длиной они 15 сантиметров наверно 15 поменьше чем мой горошек открою стручок показать вам какие фасоли мы они такие бледненькие они еще не спелые конечно просто размер покажу вот такие я незрелые собираю и морожу смотрите вот так что я вот наверное пару дней полежит все я это все переберу может быть побольше зрелые оставлю на семена дозариваться в стручках прямо они зрелые я вытащу и заморожу себе на еду потому что смотрите какая прелесть вот просто прелесть согласитесь огромные фасоли они очень вкусные это мне такую фасоль дала много лет назад людмила васильевна это вадима мама моя свекровь и кстати говоря вот я очень благодарна ей за то что она мне чисток 4 зубков и подкатила и вот это очень рада спасибо ей огромное надо вести нюшку сейчас мне прям сейчас и надо как-то усыпить бдительность мазь я усыплять ее малиновыми ветками пойдемте я спокойно я очень спокойно я знаю что все будет хорошо хозяйка очень очень ну вот так нюшенька пойдем моя сладкая тебе там коврик не хочет что ли ничего ты привыкнешь ой тебе там еще будет лучше чем здесь поверь 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 пойдем мой хороший пойдем пойдем я не жалею я все время я не то что себя не уговариваю уговариваю нет нормально все нормально главное что хозяева хорошие это самое главное душа спокойно вы знаете что я бы не стала продавать кому попало даже после козлика я даже вот не стала продавать потому что людям не нужен он зачем тогда дать нюшу нюша первый раз машине мазька то любит она сама даже запрыгивает и все нормально ты моя нюш бякает она все побякаешь недели две и все испокоишься конечно вот люди конечно которые берут ее они боятся но я успокоилась что я всегда на связи всегда приеду всегда помогу расскажу а вот и все это я все что надо сделать мне так не повезло что у меня меня конечно было на телефоне девушка но надо чтобы визуально иногда посмотреть что-то на на телефоне вот который хозяйка была массе она мне всегда советовала помогала и говорила что делать ну и если честно в какой-то панике я не вспоминала про нее и иногда делала какие-то ошибки было такое конечно все познается со временем с опытом я думаю что конечно там и семья неоднозначно приняла но я точно знаю что такое дело тем более мужчины ой они ту кузочку сразу полюбят тем более они уже посетите они для нее уже все построили специально для нее уже когда человек уже чтобы во что-то вкладывают свой труд свое время можно начинает уже любить понимаете поэтому все будет хорошо кроме того мужчины очень любят молочные продукты я сгущеночки там подарочек положил небольшой еще так вот так за подсластила мне надо показать вам сейчас рассказать вам про тут про с казахстана мою нюшу первую найду вот знаете как обещаю и перец я вам обещала показать разрезать этот оранжевое чудо не разрезала вороны забываю все ну вот смотрите будете спрашивать сколько стоит за сколько я продала но это типа коммерческая тайна я считаю что я продала ее для такой козы не дорого почему расскажу но если честно я обновито продавала ее дороже конечно но я не знаю как уж там покупали бы все равно рассказывать надо земля слухами полнится все кто вот знает меня те знают насколько у меня хорошая коза молочная таких молочных коз вот лично я но в деревне вот таковы я знаю козоводов нету таких и 3 литровки есть его одной женщины но это только 3 литровки ну не знаю надо кому не надо так молочных на молочность указы это наверное первый показатель вкусное молоко все все вот эти показатели здоровой молочной косы на лицо поэтому что тут говорить то что она еще маленькая тоже хорошо и привыкнет и научатся они и все это познают и любить будут больше и все это хорошо я например и щенков и котят всегда люблю маленьких брать чтобы росли с тобой чтобы родные были поэтому вот эти вот вот эти полтора литровки это на девушку сейчас тоже знакома здесь в раздольном купила полтора литровку что и предлагают все друг дружки вот такой как массе например козу кто-нибудь льдой нам будет продавать только если расформировывают хозяйство но это так вот такая коза дорогая очень поэтому я вот заплатила не на нее почти 20 тысяч я не знаю говорила говорила сто раз уже вам не говорила но в общем и не жалею нисколько конечно это я дешевле продаю но в общем в общем надеюсь так не проехать по мне здравствуйте меня зовут Эль Ливанчук и я живу в деревне ай какой сегодня морозец мое доброе утро замерзла этот не замерзнет подойдет капуста смотрите какая красивая капуста замерзла кукуруза смотрите не донесла до дома вчера яйцо она лопнула так что хороший был мороз наверно не минус 2 может минус 4 прям вообще светится видели конечно много чего отойдет но что-то замерзнет и поляжет будет казаться что травы мало наверно гладиолусы я зря не срезала они замерзнут ну ладно маски отдам их уже начала таять время 9 часов солнышко светит вот я малину подвязала вырезала веников насушила он не насушила но вложила сушить а вот это место тут поросль просто я оставляю я не знаю что с ним делать то ли у меня вот это вот малина выросла здесь случайно вот это вот видите столбик один раз и я каждый год оставляю это место для рядом с сергой и там достаточно много малины бывает ну здесь тоже такую же кучу кучку такую сделать или убрать все здесь яблони пузыри плодник против солнца снимая на новом не видно красивый пузыри плодник а чё я вышла вообще маска меня позвала потому что она сегодня без нюши и она зовет вот это правили мне что сентябрин когда действительно ее в народе называют сентябринкой на самом деле это какая-то астра такая альпийская какая многолетняя в этом году надо рассадить и нисколько не поздно астром не красивая не такая вот обычная бывает такая рабоче-крестьянская неинтересно а у меня красивая сейчас я поближе покажу на одном кустике вот это вот сильно высокая и пересажу на солнышко вот где семечки трава прям белая а на солнышке уже зеленая что вышло то пойду я еще дома посижу пиву надо обрезать на зиму вот видите какой пустяк он небольшой компактный честно говоря не ожидала что в теплице замерзнет надо было конечно подогреть немножко ох ты скрипит это открывается вот это окошко потому что уже нагрелась ну я думаю что огурцы то ничего и огурцы не замерзли только ботова этим нет еще еды жалко что конечно больше не будет белокрылка появилась чеснок убрала и она тут как тут вот 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 Два пацана. Это девочка, смородина клюет, молодец, довольная Вкусная? Видите, сколько я не собирала? Видите, сколько я не собирала? Видите, сколько я не собирала? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин